Вот она моя деревня, оттуда начнем и начну им рассказывать. То есть это получается ваш родительский дом? Да, у нас было 6 детей, бабушка 7 и родители, отец и мать. То есть вот в этом доме жил 9 человек? Да, ну кроме этого я вам рассказал, что когда корову телил, за судней лавкой был привязан телочень. В это время покупали этого поросеночка, он был под печкой. Здесь бегали козлята и ягнята штук 5-6. Под койкой, под матерью, там под родительском была такая лукошка, в ней сидела усынь на яйцах, а на чердаке был десятый кур. А где остальные детки размещались? А где? На печке, на палате, в люльках. То есть вот у нас палатка. Они у нас были вот эту столбу, я их просто уменьшил, вот так вот мы лежали. А и сейчас, да, там молодежь плачется, что тесно живет. Как жилось вам здесь? Как вы вспоминаете свое детство? Очень тяжело. Плачение было какое-то, представляешь, вот мы, допустим, друг за друг переживали. А сейчас ведь, ну мало детей, ну что, на один в семье или два максимум. А мы вот шесть человек, когда и подеремся, когда туда-сюда, все весело. Там то с козяки делали вместе, то еще что-нибудь. Даже вот сейчас, спустя столько лет, здесь атмосфера очень теплая, да? Да. Ко мне приехала одна бабушка, ей больше 95 лет. Она зашла в этот дом, зашла в землянку, которую я тоже делал. Как? Расплакалась. Бабушка, что? Ой, у моей бабушки. Представляешь, ей 95 лет, а я вспомнил свою бабушку. Мои бабушки точно так же было, как вот в землянке жили. Представляешь, вот ностальгия прошла. В этом что-то есть традиция, корни. Конечно. Отец у меня был гончар, и я в память о нем перевез вот эту гончар. Из Самана, да? Я дом вот по бренушку, видишь, разобрал, потом собрал. Обмазали. Обмазали, сложил печку. Рабочая мастерская вашего отца, который был гончаром. Гончаром, да. И вот я перевез свой гончарный круг, вот все его изделия, которые нашел. Вот. Вот эта печка, в которой обжигали горшки. Без жизни не боги, обжигали горшки. Вот отец с матерью заготавливают дрова. Дрова должны быть дубовые, сухие, для того, чтобы там создать температуру около 1000 градусов. Иначе горшок развалится при первом потреблении. Вот многие туристы, посещая мой музей, не знают, как назывался детский горшок. Как ни странно, от латинского слова моча – урина. А горшок назывался урыгник. Вот тележка, на которой мы с матерью возили и продавали горшки. В пределах 50 километров. Мать закоренную. А я на пристежке с третьей класса. Сюда в эту кошелку залазил 120 горшков. И мы везли. Выходили из дома. То есть человек брал вот так? Да, мать вот так. А я вот на пристежке. Выходили из дома в 9 часов вечера, а приходили к тому объекту, где продавать горшки, ну в 6 или в 7, смотря какое мы продлевали расстояние за всю ночь. Женщины, 30-летние примерно, я 10-летний пацан, шли всю ночь. Сколько было животных, там и волки, и лисы, и всякие вот это, попадались животные. Мать ничего не боялась. Это жилище горцев, которое нетрадиционно по нашей местности. Но я ее сделал для сравнения, как жили мы и как жили горцы. Пойдемте посмотрим. Это сакля, которую я никогда в жизни не видел, но я ее сделал со слов одного горца, кабардино-балкарца. Горцы готовили пищу вот на очаге на этом. Очаг был обложен обязательно большими камнями. Для чего? Для того, когда готовили пищу, камни набирали тепло, аккумулировали тепло и потом ночью отдавали. Они любили сидеть на шкурах. Кого и зачем горцы сажали на шкуру волка? Сажали молодых девушек или женщин, которые были очень стеснительны. И якобы, посидев на шкуре волка, они набирались в волчьей энергетики и становились как волчицы. Вот это шкура горного козла, вон рог горного козла. А баран? Ну, сюда всех подай сушай. Вот такой у них был, видите, рукомойник. То есть, лучшая чеченская сатля находится в Воронежской области. Да, в моей деревне. Кому и зачем на Руси вешали на крышу змею? Нехорошим людям, которые занимались самогоноварением. Вот оттуда пошло понятие зеленой змеи. Зайдем в святая святых, дом самогонщика. Самогонный аппарат. За что и повесили на моей ткачихе на крышу змею, что она занималась нехорошим делом. То есть, это работающий, да? Работающий агрегат. Вот многие туристы не знают, что это за агрегат, вот это за инструмент. Зубы вырывают непослушные. Ну, не орехи колотят. На самом деле, это щипцы для завивки волос. В воду в кипяток опускались. Это аккумуляторы. Они аккумулировали тепло. И завивали волосы. Вы знаете, сколько в четверти емкость? И почему называется четверть? Называлось четверть ведра. А в ведре на Руси основная единица измерения всей жидкости. От нее исходили и вверх, и вниз. Вверх то бочка, вниз там четверть ведра, стопка и так далее. В ведре было 12 литров, 280 грамм. А в четверти, видите, 3 литра, 0,74. Ну, это казачья смотровая вышка. На ней обязательно стоял смотровой. Если приближался неприятель, поджигали крышу и передавалась информация на другой. С другой там вышки тоже смотрели, тоже крышу поджигали. И вот так передавалась быстро информация о приближении неприятеля. И вот так передавалась. Вот у меня, видите, какие газеты. Вот первая газета, газета «Правда», выпущена 10 мая 45-го года. Вот такие чайники делали и после войны до 48-го года. Изгилиз. Да вот видите, всякие эти кутюри. А вот интересно, я купил за 5 тысяч вот такой квасник называется. Многие не знают, как он называется. Это называлось била, которой очищали шерсть. Вот как вот можно этим инструментом очистить шерсть? Вот рамка делалась и на ней натягивали сушеные кишки. И вот этой штукой биллы вот так по ним проводили. Они крутились, подносили к шерсти и они отбивали вот так шерсть. Сделано в 1800 году, шумпально-капсуное ружье. Наши предки стреляли французов с таких ружей. На каждое ружье было три человека. Один заряжал, другой закладывал капсулы, передавали, и третий стригал, чтобы создать такую очередь. Зачем наши предки на этой прялке отломили уголочи? Зачем привязывали ниточку? Когда наши прапрабабушки были молодыми, и они сидели на посиделках по вечерам. И к ним заходили ребята, чтобы познакомиться. Ходили, смотрят, красивая молодая девчонка сидела, у нее все тут нормально, пожалуйста, знакомься, отхолосай. Это замуж. Отломлен, уголочен. Это просватан. Статус в соцсетях. Вот этим экспонатам больше пяти тысяч лет. Что это такое? Сыр, да? Акоменевший сыр? Да, акоменевший сычужный сыр. Вот сделали спектральный анализ больше пяти тысяч лет. А вот у меня две лицензии, которые нет на временаже. Вот одна лицензия, выдана Александром II в 1868 году, видишь, и царская корона. Эта лицензия называлась «Стопка». Она давала право производить и реализовывать алкогольную продукцию. Что я и делаю. Александр II был реформатор. И он все деятельности залицензировал. Но все лицензии были материализованы. Вот одна лицензия – стопка. И вот вторая лицензия. Это называется «четверть ведра», которая давала право производить и реализовывать муку и крупные изделия. Видят, вот смола это были. Вот это с Сирии. Ее запретили выпускать? Да, по двум причинам. Одним из Синоли. 17 лет. На ней изобразили Отца Бога. Как могли изобразить лик Отца Бога, если его никто не видел? Это одна причина. Второй. Бог у нас в трех апостасиях. Отец, Сын и Святой Дух. А здесь вот две апостасии. Отец и Святой Дух в виде голубя. А третьей апостасии нет. Там хотели изобразить, что она, вот, в виде треугольника поставили, что он триедин. Но у них это ничего не вышло. И запретили. Вот и подошла к концу наша увлекательная экскурсия по русской деревне 17-19 веков, которую своими руками создал Владимир Иванович. Я точно знаю, что сюда вернусь. Вернусь уже как турист, как отец со своими детьми, которым хочу показать всю эту красоту, всю эту русскую душу. Мне очень хочется, чтобы и нашим зрителям, подписчикам, всем захотелось сюда приехать. Приезжайте, не пожалеете и поддержите русские традиции. И сделайте своих детей чуть счастливее. Даже если вы фермер и живете в деревне, такого у вас наверняка нет. Приезжайте все. Спасибо большое, Владимир Иванович, за ваш самоотверженный труд. Я думаю, что это будет оценено с позиции времени гораздо больше, чем у нас есть сейчас. Спасибо. Спасибо. Спасибо.